Всем большой привет! Меня зовут Гульнас Салями. Сегодняшнее видео будет посвящено товарам из магазина Икеа. Вчера я получила эту огромную коробку. Она тяжелая, весит 33 кг. Лично я ее даже поднять не смогла. Это долгожданная посылка. Я ее ждала 2 недели. На момент заказа из тех товаров, что я хотела заказать, многое уже не было в наличии. Я переживала, что этот заказ придет неполный. И да, действительно, пришел он не полностью. Четырех позиций не хватает. Но я не стала забирать деньги. Знаю, что Икеа будет довозить товары до конца сентября месяца. И я буду ждать до последнего те товары, которые должны были быть в этой коробке в моем заказе. Здесь примерно 25 позиций. Товары для дома, для кухни. Видео, конечно же, будет, наверное, долгим. Но я постараюсь максимально его обрезать. И я предлагаю заварить вам чашечку вкусного чая. И всем желаю приятного просмотра. Для меня сейчас начинается самый приятный и волнительный момент. Это распаковка всех товаров, которые здесь находятся. Давайте приступим. На момент заказа я также, как и все, думала, что Икеа окончательно уходит от нас. Что по факту оказалось не так. И оформляя свой заказ, я не смогла прийти мимо этой красивой деревянной фигурки. Называется она Гестальта. Решила ее тоже заказать. Еще хотела заказать другую фигурку в форме кисти. Но, к сожалению, ее уже не было в наличии. Еще я себе решила заказать постельное и белезное. Что она там очень классная. Приятная, нежная расцветка. В этом наборе пододельник и одна наволочка. У меня кровать шириной 1,40 метра. Так вот, этот набор мне отлично подойдет. Расцветка нежная, приятная, с белым орнаментом. Я себе хотела сказать в белом цвете постельное и белое. Но, к сожалению, уже все разобрали. Так как в этом наборе пододельник и одна наволочка, из этой же серии, в такой же расцветке, я еще заказала вторую наволочку. Размеры одинаковые. 50 на 70. Здесь тоже 50 на 70. А пододельник размером 150 на 200 см. По составу 80% хлопок, 20% вискоза. И, возможно, кто-то не знает, вискоза это искусственный шок. Действительно, очень приятная к телу. И чтобы комплект был полным, я еще хотела заказать простынь на резинке в белом цвете. Но, к сожалению, ее уже не было. Жаль. Но простыни были в другой расцветке. Они такие ляпистые, цветные. Мне, к сожалению, они не нравятся. Еще я себе решила заказать вот такие вот гиацинтовые салфетки. Они у меня уже есть. Пользуюсь я ими год. И вы знаете, на внешний вид с ними ничего не случилось. И подумала, пока они есть в наличии, я их до закажу. Также заказала две штуки. Называются они Суаре. Материал водный гиацинт. Возможно, я эти салфетки буду использовать вместо декора. Не знаю, подумаю. Еще решила взять себе икеевские сумки. От жадности заказала 4 штуки. Цена была отличная. 44 рубля. Это не самый большой размер. По-моему, я взяла средний. Так она смотрится в развернутом виде. Здесь у нее и длинные ручки есть, и короткие. И вы знаете, зачем заказала 4 штуки. Конечно же, я оставлю одну себе. Отвезу родителям. Возможно, еще кому-то подарю или просто отдам. Но я так думаю, в хозяйстве они всегда будут нужными. Сумка называется Фрактор. Размер 45х18х45 см. Изготовлена в Вьетнаме. И по качеству нету никаких претензий. Отличные сумки. Вы, наверное, будете смеяться надо мной. Но у меня на квартире не было вот такого формата терка. Я ее специально нигде не покупала. Очень хотела ее купить в магазине Икея. И, наконец-то, купила. Называется она Идеалиск. Если я правильно произношу. Длина 12, ширина 10 и высотой 20 см. Хорошая такая черка. Не прогибается. Изготовлена из нержавеющей стали. Также себе взяла сито для муки из нержавейки. Тоже. Так. Название такое же. Идеалиск. Вы знаете, я точно такую уже покупала в Каламарте. Но пока мы ее донесли до дома, она у нас сломалась. Чек я не брала с собой. И, к сожалению, я не сдала ее. Не поменяла, так как чека уже не было. И просто выкинула. Я надеюсь, что вот такое вот сито прослужит недолго. Ай, нельзя! Цветок дивана царапает. Такое вот сито теперь тоже будет у меня на кухне. Тут много завернутых товаров. И это значит, что внутри находится, наверное, посуда. Я надеюсь, что они пришли без каких-либо сколов. В целости и сохранности. И сейчас мы это с вами посмотрим. Смотрите, какой классный горшок. Как он мне нравится. Это кашпо называется Мускут. Изготовлено в Германии. Очень красивый. Мне нравится. Помню, его заказывала две штуки. Да. Ну, пока доставка отличная. На ощупь очень приятное покрытие внутри и снаружи. Единственное дно. Вот такое вот. И по составу изготовлено из фаянса и пигментированное порошковое покрытие. В эти два горшка я посажу красивые цветочки. Я надеюсь, что они у меня будут расти и радовать меня. Супер. И еще один горшок. Он уже побольше. И, кстати, он тяжелее. Но смотрите, какой приятный графитовый цвет. Снаружи и внутри одинаковое покрытие. Без отверстия тарелочку мне нужно будет дополнительно покупать. Называется персиладом. И по составу изготовлен из того же материала, что и вот эти вот белоснежные горшки. А если по размерам сравнивать, то этот графитовый горшок, он почти в два раза больше, чем вот эти вот белоснежные горшочки. В хозяйстве при уборке всегда нужны перчатки. И я их тоже решила заказать. Называется Ренник. Заказала маленький размер S. Знаю, что они по качеству идеальны. Все их хвалят. И я подумала, пускай у меня будут тоже такие же перчатки в зеленом цвете. Там еще были в наличии и в розовом цвете. Но в зеленом, в таком нежно-мятом цвете мне нравится больше. Я помню, Лена их очень сильно нахваливала. Это блогер из Ижевска. Канал называется А может быть. А может быть. Ой, девчонки, я не помню, как у нее называется канал. Или А может так. Вы знаете, вот на языке крутится. А может просто. А можно так. А, да, по-моему, называется А можно так. Но сейчас она не снимает. Раньше тоже снимала обзоры из Fixed Price. Влоги снимала. Но сейчас, к сожалению, уже пропала. По ее совету я к ней прислушивалась. И тоже заказала вот такие вот перчатки. Так, двигаемся дальше. Посмотрите, какой классный будильник я себе заказала. Как он мне нравится. Будильник ретро. Называется Decat. Корпус у него изготовлен из металла и стекла. И теперь с таким будильником, я надеюсь, никуда больше не буду просыпать. И этот будильник меня будет теперь будить. Классно же. Поставлю его на прикроватную тумбочку. Около кровати. Вообще супер. Кто любит Икею, такие будильники, наверное, есть у каждого в доме. Далее. Давайте распечатаем тяжелое. Что здесь? А, это тарелочки под горшки. Да, тоже в таком же графитовом цвете. Называются вид перпара. Изготовлены из керамики и цветной глазури. Заказала я их, как помню, 4 штуки. Ой, сейчас еще разбила бы. Да, 4 штуки. И без каких-либо сколов. Меня это очень радует. Почему заказала? Потому что они стоили 44 рубля, как я помню. Ну, возможно, я ошибаюсь. Возможно, еще меньше. Отличное сочетание. Так, этот горшок, я точно помню, стоил 299 рублей. А вот эти вот горшки чуть-чуть подешевле были. Так, лишнюю бумагу убираем. Вот она. Это накладная. На 17200. Так, и еще у меня должна быть вторая накладная. Потому что здесь 2 заказа. А, возможно, она у меня в машине осталась. Ну, ладно. Этот товар я очень давно хотела приобрести. Но все никак не могла съездить в Казань. И все почему-то оттягивала. Но я очень рада, что именно этот набор ножей был в наличии. И теперь жалею, что я не заказала 2 таких набора. Цена у них была 2500. Ну, что-то плюс-минус. Но, действительно, ножи очень классные. В наборе их 3 штуки. Хоть и серия бюджетная. 365. Да, теперь действительно думаю, зачем я не заказала 2 упаковки. Но, вы знаете, я и этому очень рада, что хотя бы вот этот набор теперь будет жить со мной на моей кухне. Что я его заказала. Счастливая. И цветочек тоже счастливый. Сейчас будет шуршать, мешать нам. Так, идем дальше. Заказала себе вот такие вот губки. Я их в прошлом летом заказывала. Да, действительно, классные губки. Ну, классные они от того, что тут цвет такой вот минималистичный, не яркий, не бросается в глаза. Бело-серые. Заказала я, сколько? 2, 4. 5 упаковок. В одной упаковке по 3 штуки. Они тоже бюджетные. Так, называются Swampik. Кстати, их было по наличию очень-очень много. Ну, я себе решила заказать 5 упаковок. Ну, думаю, лишними не будут. Ну, а так губки можно найти, мне кажется, уже в такой же расцветке везде. Запасливая. Нет, хотя я не запасливая. Скорее всего, это называется Хапуга. Так, далее. Кружки. Так, вот эту вот серию, название я не могу выговорить, но сейчас потренируюсь за кадрами, скажу вам. Эту серию посуды я хотела заказать полностью, но, к сожалению, было 2 позиции. Это кружки и вот такие вот тарелочки. Давайте, ой, они тяжелые. Давайте начнем с них. Называются они Ferclar. Ой, еле выговорила. Изготовлены из каменной керамики, диаметр 16 см. В упаковке в наборе продаются по 4 штуки. Это суповые тарелки. Цвет неправильно передает. Это суповые тарелки, они достаточно глубокие, в нежно-розовом цвете. Классные. Поверхность у них не лакированная, почти матовая, но с легким блеском. Классные. Рада. И к этим тарелкам я заказала 4 кружки. Кстати, на сколы. Ну да, без сколов. И кружки еще нужно будет проверить. Вы посмотрите, какое чудо. Вот только так могу вам передать оттенок. Смотрите, какая форма классная. Ручка маленькая, нравится. Так, материал тоже каменная керамика. Я бьем 40. Высота 10 см, а объем 400 мл, наверное, да. И изготовлено, сделано в Таиланде. Очень нравится, чтобы кружки, тарелки были в одной расцветке, без каких-либо цветочков, однотонные. Ну и чтобы все сочеталось. Ну посмотрите, красота. И еще где-то тут вот они, эти кружки. И, кстати, очень приятно, что они пришли в целости и сохранности. Без каких-либо сколов. Я очень рада, что теперь у меня на кухне будет вот такая вот частичка из этой серии. Конечно, жаль, что остальные предметы закончились, и я их не успела заказать. Но, когда у нас Икея снова заработает полноценно, я обязательно дозакажу остальные предметы. Бумаги у меня теперь будет. Полная квартира. Вы посмотрите. Аромат, я думаю, откуда такой приятный аромат? А вот. Очень жаль, что камера не сможет вам передать тот аромат, который чувствую я, из этой цветочной отдушки. Так, называется Угнара, изготовлена в Индии. У меня уже есть такая отдушка, и вы знаете, по предшествию года, конечно же, она выветривается. Но все равно аромат остается. Вот эти вот свечи я еще хотела заказать зимой. Заказала я их три штуки, потому что больше их не было в наличии. Вы только не представляете, какой приятный аромат исходит из этих свечей. Вот название, хватает на 25 часов. Красивый формат и стеклянная баночка. Хоть и аромат новогодний, но его можно использовать круглогодично. Аромат действительно клевый. Я помню, заказывала одну свечку, тоже в зеленом цвете. Стеклянная баночка. Хватает на 20 часов. Называется Хедер Сам. Аромат тоже волшебный. Мне нравится. Далее. Так, это сахарница. Икеевская сахарница, которую я тоже давно-давно уже хотела заказать в белой расцветке. Очень жаль, конечно, что у нее очень маленький объем. Но пускай лучше будет. Я надумаю, почему я ее не заказала. Изготовлена она из каменной керамики. Высота 9 см, диаметр 10 см. А объем не указан. Давайте сразу же распечатаем и проверим на целостность. Вот такая вот. Я ее, наверное, не буду использовать для сахарницы, так как объем маленький. Ну, а возможно, для гостей буду. Не знаю, надо подумать. Но я очень рада, что я ее заказала. Действительно, я ее хотела очень давно заказать. Правильно говорят, если есть желание, это все получится. Но это не относится к сахарнице. У меня нету микроволновки, но к ней я уже заказала крышку. В таком вот сером цвете. Чувствуется, что изготовлено из плотного пластика. Называется викик. Название еле выговоришь. По составу изготовлено из полипропилена. Сверху с отверстиями. Далее. Ну, я уже по форме вижу, что это ваза. Из прозрачного стекла. Смотрите, какая она классная. Знаю, что такие вазы есть у всех. И я тоже захотела, чтобы именно такая ваза была у меня в доме. Помню, что цена была 89 рублей. И называется подрак. Подрак. Такое вот название. Но ваза действительно классная. Так, здесь я не поняла. Что же такое? А, это вот такие вот стеклянные формочки. У меня уже есть одна такая. Я их решила заказать две штуки. Да, вспомнила. Тоже должна быть. Да, она же. В такой банке я храню мед. А эти две баночки решила заказать для варенья, для различных орешков. Ну, в общем, они подойдут для всего. Или даже для специй, я думаю, будут идеальны. Осталось всего лишь несколько позиций. И я вспомнила, что я заказывала две вазы. И посмотрите, какое чудо ко мне пришло. О, она еще и тяжелая такая. А тоже в нежно-пудровом цвете. Вы только посмотрите, как она красиво смотрится. Почти такую же вазу, но в два раза меньшей размером я покупала из магазина Фикс Прайс. В прошлом видео показывала вам. Кто не видел, посмотрите. И не смогла, не смогла. Я очень долго хотела купить эту вазу. Какое-то время ее не было в наличии. И, как ни странно, сейчас она снова появилась. Я ее заказала. Я немножко отвлеклась. Ко мне телефон позвонил. И даже не помню, на чем я остановилась. Но, хочу сказать одно. Я очень рада, что теперь эта ваза будет радовать меня. Вот, смотрите. Практически эти вазы ничем не отличаются. Вместе смотрятся просто идеально. Единственное отличие. Вот эта ваза из Фикс Прайс. Она немножко бледная по сравнению с вазой Икеи. Ну и по размеру отличается. Я рада-рада. Безумно рада. И, скорее всего, вот эту вот вазу я оставлю здесь в прихожей. А эту вазу поставлю в другое место. Пока я разговаривала по телефону, уже начало темнеть. Я включила свет. Вот еще я заказала. Но это кладелька. Все неизвестные посудам. Тоже мне ничего не досталось, кроме вот этих двух овальных тарелочек. Размер 20х13. Знаю, что они очень клевые. И очень жалею, что я их не заказала раньше. Когда будет возможность, я обязательно закажу, дозакажу всю серию. Заказала себе часы на кухню, так как у меня на квартире до сих пор нету часов. Да, вот с таким вот крупным циферблатом. Ну, мне нравится. Называются они Юки и стоят в пределах 500-600 рублей. До этого я покупала часы на стены из магазина Фикс Прайс, но они у меня перестали ходить. Я вначале думала, что батарейка села, но оказалось не так. И я их выкинула. Единственные часы, которые были у меня на квартире, это не считая гаджетов, духовка, которая стоит на кухне. И я постоянно, когда хотела посмотреть время, я постоянно шла на кухню и смотрела на духовку. Заказала разделочные доски 3 штуки. Одна для меня будет, вторая для мамы, а третью кому-нибудь отдам. У меня уже есть такая доска, пользуюсь я ей год. И хочу сказать, что никаких разводов, следов от инжей ничего не оставляет. Неубиваемая доска, она толстая и такая массивная, тяжелая. Как всегда, фокус потерялся. И последнее, что лежит в этой коробке, это набор коробок из 6 штук. Я заказала сразу 3 упаковки, потому что я очень давно их тоже хотела заказать. Ну, как давно, с прошлого года. Вот у меня здесь комод икеевский. И специально для идеального хранения, фокус вообще потерялся, где ты. А для идеального хранения мне не хватали вот эти вот коробочки. Все, хочу вам показать комод, но у меня на белом фоне теряется фокус. Показываю соотношение с коробкой. В других видео я вместе с вами буду полностью переорганизовывать хранение вот этого комода. Вот с этими наборами коробок. Вот они вот такие. Я их уже заказывала. У меня два таких набора. Можно было заказать в белом и в сером цвете. Но так как у меня те коробки тоже в сером цвете, я решила, пускай будут все одинаковые. Тоже очень рада, что наконец-то вот в этом комоде у меня будет идеальный порядок. И вот эти коробки, которые я вместе с вами распечатывала в прошлом году. Под этот выдвижной ящик они мне тоже идеально подошли по размерам. И также они будут смотреться и в комоде. В наборе две квадратные коробки, две прямоугольные и две такие вот малышки. И также вот здесь вот тоже. Ну вот, а эта коробка из Фаберликс. В общем, как-то вот так показываю вам свои носки. Так, это еще не все. Вот, посмотрите, какую собачку я еще заказала. Но я сразу же отдала ее цветочку. Заказывала я ее тоже специально для цветка. Она с ней активно играет уже второй день. И вообще, эта мягкая игрушка очень классная. Цена точно, по-моему, стоила 499 рублей. Так что теперь у цветка появилась собачка. И еще я докупила вот такие вот баночки для клуб. Цена у них 69 рублей была на сайте. Объем здесь 1,1 литр. Бюджетная серия. Изготовлены из плотного пластика. Очень мне нравятся. Размеры указаны. По составу полипропилен. Изготовлены в России. Здесь у меня этих банок 5 штук. И вот еще на кухне 4 баночки. Тоже вместе с вами все буду переорганизовывать. Возможно, эти банки у меня переедут в другие шкафы. Но видно будет. Вот такой вот чистящий ролик тоже захотелось, чтобы у меня был из Икеи. Цена копеечная. По-моему, 49 рублей стоила. С заказом полностью довольны. Все пришло в целости и сохранности. Очень жаль, конечно же, что многих товаров не было в наличии. Но я действительно счастлива, что успела заказать вот эти вот товары. С вами я хочу ненадолго попрощаться. Всем хочу сказать большое спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Всем пока-пока. Ну, а я, прежде чем все убирать на свои места, уберусь здесь.